В соседнем купе эти женщины начали кричать «помовите, помогите!» Доктор искал, я не понял сперва. Тонкая перегородка между двух купе отделяла ничего не подозревающего жителя Петропавловска от его будущего спасителя. Данияр ехал в поезде Алматы-Кустанай, когда у него случился приступ эпилепсии. Позже его спаситель Кожим Яргобылов, работающий стоматологом в поликлинике номер 2, а также в психоневрологическом интернате, сказал, что у него был приступ средней тяжести. Представляющий угрозу для жизни пациента. Благодаря неравнодушным людям Данияра удалось спасти. На улице духота лежит 30 градусов. На верхней этаже лежала духота, там позуха не было, поэтому у него началась резко перепад давления. Я ничего не делал, этот помог ему. Поднялся, поворачивал, опустил немножко одежды, голову положил на подушку. Немножко расслабил, немножко мастировал его. Потом немножко отошло, потому что повернул, у него слизь пошла синяя, как пленкообразная. Если не вытирать сорта, убрать надо все слизи, пену, задохнется. В этой истории есть еще один незаметный герой – Ольга Краснец. Именно она начала звать на помощь, когда поняла, что у ее соседа по купе начался приступ эпилепсии. От съемок в нашем видео Ольга скромно отказалась. Лишь отметила, она не могла вести себя по-другому. Для нее было важно найти помощь. В такой момент это толкает, особенно ложка, деревяшка. Это нельзя вообще толкать туда. Перевернуть, ему расслабиться, немножко надо давать, надо. Сильно держать нельзя, когда эпилепсия. И немножко массировать надо. Телевизор надо показывать, надо побольше. За границей показывать постоянно. Точно так же показывать надо рекламу, как ролик. Тогда лучше хоть кто-нибудь узнать будет. Редактор субтитров А.Семкин